По законам санкционного времени По законам санкционного времени Банк России переложился из доллара в юань и евро газету коммерсант номер 2 от 10 января 2019 года, СТР. 2 с обычной полугодовой задержкой ЦБ раскрыл данные об управлении активами в иностранной валюте и золоте. За июль 2017 июнь 2018 года доля активов в долларах США из-за объявленного властями РФ ухода от американской валюты снизилась вдвое 43,7% до 21,9%, а доля активов в китайских юанях и в евро пропорционально выросла. На фоне доходности долларового портфеля в 0,35% и отрицательной доходности евро юань продемонстрировал куда больший доход в 3,2% годовых который, впрочем, в итоге был фактически съеден ослаблением китайской валюты, ставшим следствием торговой войны между КНР и США. Отчет ЦБ об управлении активами в иностранной валюте и золоте в июле 2017 июне 2018 года. PDF демонстрирует результаты политики РФ по диверсификации золотовалютных резервов и уходу из доллара США. Напомним, что данные о деятельности Банка России по управлению активами публикуются не ранее чем через 6 месяцев, что, как отмечается в докладе регулятора, обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка. С июля 2017 по июнь 2018 года объем активов в ЦБ в валюте и золоте вырос на 9,6%, до 458,1 миллиарда долларов. В доля доллара США в рыночной стоимости активов снизилась с 43,7% до 21,9%, в евро выросла с 22,2% до 32%, в юанях увеличилась в трое, с 5% до 14,7%. В долларовом эквиваленте объем вложения в евро и юане оказался примерно одинаковым, чуть более 44 миллиарда долларов, но если в европейскую валюту он увеличился на 45%, то в китайскую почти втрое. На фоне сокращения инвестиций в долларах вдвое более чем на 100 миллиардов долларов выросли также вложения в японских и иенах, на 20 миллиардов долларов, в британских фунтах снизились более чем на 7 миллиардов долларов. Доля активов в других валютах и золоте фактически не изменилась. С точки зрения географического распределения активов ЦБ происшедшее изменение выглядит еще более заметными. СМ. График. Доля США снизилась за год с 32,5% до 9,6%, КНР выросла с 0,1% до 11,7%, Японии с 1,7% до 7%, Франции с 12,7% до 15,5%, Германии с 10,4% до 12,7%. ЦБ поднял ключевую ставку и возвращается на валютный рынок в январе. Напомним, что в апреле прошлого года, после объявления США новых жестких антироссийских санкций, начался ускоренный вывод резервов РФ из гособлигаций США, US Treasuries, UST. Тогда вложения России сократились вдвое, с 96,1 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, в мае еще втрое, до 14,9 млрд долларов на пике в феврале 2013 года, до крымских событий. Российские вложения в UST достигали 164,3 млрд долларов сейчас же, по последним имеющимся данным Минфина США, они составляют в 11 раз меньшую сумму 14,6 млрд долларов по состоянию на 1 ноября 2018 года. Как пояснял в середине октября Владимир Путин, Банк России был вынужден изменить структуру резервов из-за политических рисков. Примерно тогда же глава ЦБ Эльвира Набиулина уточняла, что регулятор проводит политику диверсификации международных резервов с учетом экономических, финансовых и геополитических рисков. По данным ЦБ, в отчетном периоде доходность бумаг, номинированных в евро, была отрицательной – 0,17% годовых, в долларах и фунтах положительной – 0,35% и 0,23% годовых соответственно. Доходность фактических портфелей валютных активов в китайских юанях с июля 2017 по июнь 2018 года была больше 3,2%. Однако следует учитывать, что курс юаня к доллару из-за торговой войны США опустился со 6,2-6,3 юаня за доллар в первом квартале 2018 года, когда ЦБ осуществлял основные покупку валюты КНР, до более чем 6,8 юаня за доллар на сегодняшний день, то есть почти на 8%. Алексей Шаповалов, Вадим Веслагузов Доллар ушел на сдачу глава Банка России Эльвира Набиулина в июне 2018 года, подтвердила продажи ЦБ части пакета казначейских облигаций США в апреле 2018 года. Предварительная статистика Минфина США показала снижение доли РФ среди держателей. Вдвое, на 47,7 миллиарда долларов читать далее.